Царь Небесный Господи, просим Тебя, благослови наше занятие, не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Господи, пребудь с нами, сохрани нас в любви, согласии и единомыслии, дай все услышанное на этом занятии заполнить и дай силы исполнить и поделиться с другими людьми. Тебе же слава высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня 5 февраля 2020 год. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 13 стих. Мерси. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа и Господь для тела. Толкование. Чревом называют чревоугодие, а не член нашего тела. Пищей же неумеренное употребление пищи. Неумеренное употребление пищи. Итак, смысл слов такой. Неумеренное употребление пищи находится в дружбе и родстве с чревоугодием. И наоборот. И то и другое не может привести нас ко Христу. Напротив. Преданных себе пересылают взаимно одно к другому. Неумеренность к чревоугодию, а чревоугодие к неумеренности. Не чрево, но чревоугодие. И не пищу, но неумеренность в пище. В слове «уничтожит» некоторые видят предсказание о состоянии будущего века. То есть там не будет нужды ни в пище, ни в питье. Если же там и неумеренное употребление пищи не будет иметь места, то тем паче упраздняет неумеренность и чревоугодие. Если же там и умеренное употребление пищи не будет иметь места, то тем паче упраздняет неумеренность и чревоугодие. Сказав, что вместе с упразднением пищи упразднится и чрево, выразил ту мысль, что вместе с насыщением прекращается желание большего. По словам же других, он запечатлел свое увещание молитвой о том, чтобы упразднилось, то есть прекратилось, и неумеренность, и чревоугодие. Апостол говорит о чревоугодии по поводу речи о блуде, «Ибо следовало бы сказать так, тело же не для брашен и не для чрева, но он не так сказал, а как, не для блуда, показывая, что бывает следствием телесных наслаждений именно блуд». А смысл слов его такой, тело говорит, «Не для того создано, чтобы утопать в наслаждениях и впадать в блуд, но для того, чтобы повиновалось Христу, как голове своей, а Господь управлял им, как голова». Вопросы? Читаем дальше. 1 Карифянам 6.14 «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей». Толкование. «Не смутись, услышав, что Бог воздвиг Господа, ибо апостол говорит так, снисходя к ним, как к младенцам. И поскольку об Отце, как источники, все единодушно имели самые высокие понятия, то и воскресение относит апостол к Отцу и объявляет, что и нас Он воскресит. Ибо как Он воздвиг голову нашу, разумею, Христа, так воздвигнет и прочие части тела, то есть нас. Даляв подтверждение своих слов присовокупил, силою Своею, как бы так говоря. Не усомнитесь в том, что говорю, ибо сила Божия, совершающая великие дела, исполнит и это. А что воскресение Христа относит к Отцу как к виновнику, это видно из того, что говорит Господь о самом себе. «Разрушьте храм сей, и в три дня воздвигну его». От Иоанна Евангелия 2.19. И еще о нем же написано, что Он явил себя живым. Деяние 1.3. Итак, хотя Он и Сам воскресил себя, но это дело приписывается Отцу как к виновнику. 1 Коринфянам 6.15. «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, от нему ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет». Толкование. Опять обращается к прежде предложенному вещанию относительно блуда. «Между тем вооружает слово свое великими ужасами. Не сказал соединить с блудницей, но что ужаснее сделать членами блудницы». В самом деле, кто не ужаснется, слыша эти слова, то есть отторгнуть члены у Христа и сделать их членами блудницы. Вопросы? Скажите, а здесь какой блудница? Протелесный или какой-то духовный? Протелесный. Впереди говорится о чреве и чревоугодии, хотя и пища тоже подразумевается телесная, но здесь конкретно о телесном блуде говорится. Членами блудницы, блудницы телесных. Члены только у тела есть. А если мысленно, то мысленно можно будет едины быть с блудницей. Но здесь речь о членах именно тела. Нет, члены они и в церкви есть, но понимаешь, и церковь названа телом. То есть нужно и в духовном плане понимать, и в телесном. Но здесь в телесном. И Господь сравнивает брак церкви с Агном, со Христом, как брак мужа с женой. Церковь названа невестой, женой, и он глава, и муж глава жены. Тут как бы все взаимосвязано. И когда мы изменяем жене, соединяясь членов блудницы, ну люди, я имею в виду, не христиане, и апостол Павел говорит, что ну вы, и там измена телесная, и измена духовная. Без духовной измены нет. Измены телесной. А вот то, что касается блуда, здесь такая подмена, допустим, ну в миру, не у христиан. У христиан вообще даже именоваться это не должно. Написано, и такие были некоторыми из вас, но омылись, но очистились. То есть были, все. А подмена какая? Что? Ну это же только физиология. То есть муж жене изменяет, ну и она так снисходительно на него смотрит, терпит его. Он мне, главное, он же духом с ней не слепился, а телом это можно. Ничего не можно. Апостол Павел говорит, да не будет. Осквернение тела происходит. А отсюда и осквернение души. Все взаимосвязано. То есть разделять это, в миру уже привыкли, то есть компромисс такой идет, что охота блудить. И начинает выдумывать. 1 Карифеном 6,17. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. А, так, вот это вот еще. 1 Карифеном 6,16. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть. Вот здесь конкретно, не о духе, здесь о теле говорится. Толкование показывает сказанное, то есть каким образом члены Христовы делаются членами блудницы. Через сообщение, говорит, мужчина делается едино с блудницею, потому и члены его, которые были членами Христовыми, становятся членами блудницы. То есть человек соединился с блудницей, все, он уже не член Христов, он не член церкви. То есть ему назначается эпитемия, и он отлучается от тела Христова, от причастия. Сережа? Будет покаяние? Давай, брат. Здесь нужно напомнить место Писания, и будут два, одна плоть тут же написано, но не написано где. Это книга Бытия, книга Бытия, вторая глава. Там последние стихи, как Господь сделал жену для Адама, Еву. То есть взял там у него ребро и закрыл это место обратно, плоть, а он спал в этот момент. И вот она появилась, эта жена. И он встает и говорит пророческие слова, что прилепится муж к жене своей, и будут два, одна плоть. То есть это не просто на каком-то там духовном уровне, это действительно было реально, материально сделано. И поэтому апостол Павел здесь так и увещевает. Поймите, и у вас то же самое будет. Это вы не увидели, как создался новый человек, то есть нечестивый. А Господь-то, закон уже дал создание этого человека. И будет одна плоть. А если это блудница, и допустим, счастливый верующий человек, не приведи Господи, совратился, то становится блудником, то есть нечестивцем. А дальше 20-е мытарство, и на этом мытарстве гибнет основная часть всех людей, которые проходят эти мытарства, перед тем, как попасть на суд. Как просьба видео включать, когда выступаете. Паси Христос, брат. Да, как бы резануло поначалу немножко слова, то есть будут два одноплоть, так это же о мужа и жене говорится, то есть о браке, о законном, там два одноплоть, все понятно, семья. И с блудницей получается, то есть христианин, соединяющий с блудницей, он становится блудником, он все, он не христианин в этот момент уже. Все, грех разлучает с церковью. А здесь дальше вот брат говорит, что в духовном плане, а здесь вот прям дух написано. Все взаимосвязано, слушайте внимательно. Первое к олимпинам 6.17. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Толкование. Смотри, как самыми наименованиями блудницы и Христа продолжает и усиливает обвинение. Говорит, что соединяющийся с Господом делается не иным, чем как духом, так как не совершает ничего плотского, то есть становится духовным, ибо единение с Господом подает ему освящение духа. Показал в этих словах и то, каким образом верные делаются членами Христовыми. Вопросы? Здесь, ну давай, брат, давай, ты первый. Слава. Ага, ну вообще, про степень греха также еще показано, вот, сыны Божьи, то есть сыны Сифа, и дочери Каиновы, то есть сыны человеческие названы. То есть ей написано, заходили, то есть видели, приличались сыны Божьи дочерями человеческими и брали их в жены. И для Бога это был невероятный грех, невероятной нечестие, что он из-за этого всю землю потопил в потопе. Именно из-за этого и написано. То есть это, вот это соединение сынов Божьих с беззаконными, это большой очень грех. И когда еврейский народ ушел в Вавилон, в плен и вернулся, то это был один из основных моментов, который не давал вернуться, то есть въединение с Богом к еврейскому народу. И там Езер, там он плакал, и говорил, Бог, Господи, что делать? Ну, они стояли, и они там в прахе, в пепле, под дождем решили, что устроится на всю страну бракоразводный процесс. И разделить беззаконные, то есть они там, евреины, женились на язычниках, ежистницах, у них уже дети были, и на всю страну был бракоразводный процесс. И только после этого, то есть Господь обратно вернулся в управление еврейского народа. Вошел. Ну, вот почему-то вот это место, которое Вячеслав придет, привел о всемирном, не всемирном, а, если можно так сказать, бракоразводном процессе, массовом. А когда дело касается Нового Завета, и читаешь социальную концепцию вторых браков, они законны при живых женах, венчают, и какой-то там вот еще такой вот, ну, дух противится, то есть мой, по крайней мере. Я сам два брака имел и оставил эти браки, и я понимаю, что я сейчас заключать, если буду третий брак, это будет прелюбодеяние. Даже если там те, они там до крещения, после крещения, начинают разделять. Господь ясно сказал, кто оставит жену и женится на другой, прелюбодействует. И в Ветхом Завете, что Слава сейчас привел, это были образы для нас, чтобы не были походливы на злое. Расторгали эти браки, прелюбодейные, с иноверцами. Каноны сегодняшние, новозаветные, если христианка или христианин вышел замуж за иноверца, за еретика, или за мусульманина, каноны повелевают такие браки расторгать. Где сегодня, когда такие браки, кто когда расторгал? Нет этого ничего. То есть, блуд духовный и телесный, оно взаимосвязано. Сколько из нашей общины сестер поуходило из-за этого? Полюбила иноверца, не дают ей, тогда уйду из общины. Прелюбодеяние дороже, чем семья, чем Христос, в которой ты получил крещение или хрещение. Это очень... И поэтому, священники, ну вот такая экономия, ну все же, ну охота же, ну блудят, ну все, давайте как-то им уступим. Этот компромисс недопустим был в Ветхом Завете, святые отцы, говорит, пощады не давали и от нас не ждите. То есть, истинно верующие христиане всегда боролись с этим страшным грехом, с смертным грехом церкви, с блудом, с прелюбодеянием. А государственная власть, ну вот сколько мы знаем из истории, если он президент, то ему можно, понимаете, потому что он президент, царь. Сколько у Ивана Грозного, что он был знаем, и все, и священники венчали им, деваться некуда, что связаны были этой системой. Справедливости ради тут можно сказать греху не окаянному и блудникам вселенского масштаба. У меня вторая жена, Марина, мы венчаны в нашей общине, а у нас по браку у нее и у меня. Я тебя благодарю за обличение, что я блудник вселенского масштаба. И она тоже. Да и вообще у нас вся община. Один ты, Игнатий Тихонович остаются. Володя, может быть. Все. Конец цитаты. Как говорят, я говорю вам слово Божие, а вы мне чужие грехи. Я что сказал? Каноны есть, есть слово Божие. Господь нас по нему будет судить. Сегодня канонов я не встречал, чтобы повелевали расторгать вот такие браки, как у тебя. Значит, церковь так решила, так оно и есть. Я против церкви не говорю. Я просто говорю, что такое было в Ветхом Завете. Разводили с иноверцами. Ты не на иноверке, будучи христианином. Сережа, Сережа, когда мы познакомились, что я с первой женой познакомился, что с Мариной, сейчас верующей моей женой, мы все были даже не язычники, даже не атеисты, я даже не могу сказать, кто мы были. И ты точно такой же был. Отбросы, мы мертвецы были, нас не было. И мы пришли к Отцу нашему Небесному, Господу Иисусу Христу, Духом Святым, как он нас привел, непонятно. И началась новая жизнь. О чем ты тут разговариваешь, я понять не могу. Ветхий что-то, неветхий какой-то. Ну, церковь постановила, так есть и все, батюшка крестит и не один он, епископы. Но то, что они там напридумывали дальше уже, и ты обижаешься на это, что тебя развели там и так далее. Так ты тоже не крещеный был, так что... Да я что обижаюсь, развели меня. Меня не разводил никто, мне не дали жениться в третий раз. И правильно сделали. Ну как тебя не разводили, когда тебе дали письмо разводное? Мне что сказали, кто тебе дал разводное письмо, если хочешь третий брак заключать, так к тем иди и пусть они тебя и венчают третий раз. К нам не ходи за этим делом. И возникает резонный вопрос, почему другим можно, а мне нельзя. обсуждали с тобой это дело. Там было венчание. И венчание, заключение брака, потому что венчание уже не будет, это понятно. Заключение брака церковного. 1 Коринфянам 6.18 Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Толкование. Предписывает бегать блуда, как некоего гонителя, от которого мы ни на одну минуту не можем быть безопасными и напрягать все силы к тому, чтобы удерживаться от оного. Блуд, говорит, оскверняет все тело, поэтому-то соблудившие обыкновенно и в бане ходят, свидетельствуя тем, что тело их осквернено. Итак, блудник грешит против самого тела, оскверняя и грязня оное. Хотя и убийство кажется, телом же совершается. Однако оно оскверняет не все тело, ибо можно бросить или камнем, или деревом, или другим каким-либо веществом, но сделать блуд без тела невозможно. Поэтому оно всегда оскверняется. Впрочем, у апостола было намерение представить тяжесть этого греха в увеличенном виде, так как его касается настоящее вещание. Ибо блуд отнюдь не есть порог, худший всех прочих порогов. Знаю и другие решения по этому предмету. Таково следующее решение. Блудник грешит против собственного тела в том отношении, что смешивается не по желанию произвести детей, как при совокуплении с законной женой, но напрасно портит его излиянием семени и тем обессиливает его. Другое решение. Блудник грешит против женщины, с которой смешивается, так как она становится через это его телом. Почему если смешивается с нею незаконно, то грешит против нее? Впрочем, решение великого Иоанна Златоуста лучше всех разумею первое решение. Далее некоторые изъявляя сомнения спрашивают, что же, зависть разве не сушит тело? И решают опять этот вопрос так, зависть есть страсть, а не действие. Апостол же говорит теперь о действии, ибо вот его слова, всякий грех какой делает человек, а не о страсти. В самом деле зависть не производится нами, но бывает в нас. Пожалуйста, вопросы сейчас человека добавляют. Стиптантов тоже отключают от собраний, если они не свое собрание женятся. не совсем понятен, еще раз плохо слышно. Ну, стептанты, как вы называете, бабкицы, допустим, если он женится, или она там выходит замуж не из собраний, не за брата своего, у них тоже отличаются от собраний на некоторое время, а потом присоединяют к их собранию. Но вот в Ветхом Завете на некоторое ли время их разлучали, вот этот был против, когда они с другими дочерями стали сынославными, в Ветхом Завете был народ Божий, была вот эта Ветхозаветная церковь, были язычники, они стали жениться на язычниках. Их развели, но их на время развели, или на время их выгнали за стан церковный, пожурили их, потом обратно приняли, и они стали дальше продолжать с этими женами жить. Как было в Ветхом Завете? Давайте разберемся. И как сейчас в Ветхом Завете? У них сотни жен было. Ну у вас собрание там кто-то есть тоже есть и православные и баптисты и также вот эти ролики Сорокин Дмитрий это тоже из баптистов и он собрала славный. Лена не расслышал что сказала? Я говорю у Давида у Соломона были сотни жен и тоже и наверхи у у всего 10 жен и что теперь в новом запяте разрешается двое женство и много мужества что ли из-за этого если у Давида было много жен серёж давай я тебе скажу чтобы уже разъяснить видео включи вокруг да около дело в следующем то что камеру набрали дело не обо мне дело мы о слове можем говорить то что вспомнили местописание это это Ездру когда он там указал на нечестие что у них жены и наплеменницы так это был народ божий это евреи это была одна нация она была только благочестивая и всё теперь у нас а все остальные были нечестивцы не верующие в бога теперь у нас разделяемся мы точно так же на верующих и не верующих но не по нации как это хотел Гитлер сделать только немецкая нация что варийцы правили а мы интернационалисты как хотели коммунисты сделать потому что Христос объединил всех приходите иудеи само собой оставайтесь наипачи идите к погибшим овцам дома Израилева сказал Христос а последние времена пришли к нему язычники и он не стал с ними встречаться они к Фоме подошли и говорят можно встретиться со Христом и Христос сказал всё пришел час мой и теперь язычники через проповедь апостолов вошли в церковь эти язычники мы с вами и мы теперь этот народ еврейский теперь мы и вот теперь будучи уже новым евреем христианином когда ты будучи ты берешь язычницу то есть неверующую себе жену вот это называется уже блудить духовно прелюбодействовать а ты перепутал всё то есть не будучи ещё вообще ты язычником будучи ты начинаешь уже себя строить какие-то браки не было никаких браков все были язычниками что ты что она поэтому не мог ты никого бросить а евреи они были всегда этим народом по ветхому завету перепутали ветхий завет одна нация евреи были выизбраны богом остальные язычники а теперь избраны богом верующие в него те кто истинно крестились уверовал во христа в троекратном погружении в воду руками истинного православного священника и поэтому батюшка немало не сомневаясь если ты уверовал при нём он это видит совет прошёл все подтвердили и ты доказал свою веру тебя крестили по вере твоей то есть рождение свыше произошло миропомазали то есть дух святой на тебя с ним шёл и теперь ты верующий человек и вот так и с нами тоже было меня покрестили и жену мою покрестили и мы с ней не жили до того времени пока ну то есть разошлись уже всё как будто мы потому что осознали и только через несколько месяцев нас батюшка повенчал и поэтому он нас и повенчал наверное я так понимаю что мы это восприняли как только нам сказали что мы делаем она была далеко правда я здесь это об этом узнал что мы блудим просто когда живём друг с другом не будучи искренно верующими и крещёнными ну вот так вот тогда у меня вопрос почему в отношении если второй ну или даже не второй первый брак с неверующим канону разрешают повелевают расторгать этот брак такой брак считается незаконным а второй третий брак при живых женах является законным и их не расторгают а назначают только лишь ипитимью на время отлучают и эти браки не церковь ну не расторгает хотя по логике ну если браки с неверующими расторгаются он сказал бы ну вышел он христианин за неверующего ну ладно дали там им пяти мюл лет десять отлучили его и пусть они дальше с этой женой с неверующими живут как в случае со вторым с третьим браком это не связано Сергеем Сережа а теперь то что ты говорил все это прописано это во второй Каринфина седьмая глава первая коринфина во второй коринфина седьмая глава там написано как это все происходит и не освещает ли жена верующая мужа неверующая или муж верующий жену неверующая если они не хотят не хотят от них уходить то есть если они не расторгают брака неверующие. Ибо к свободе призвал нас Господь. Вот как написано. То есть это уже все расписано дальше. Главное, что один верующий, а другой уже неверующий. И апостол Павел об этом и говорит. Ты это никогда не упоминаешь. У тебя только одно. Он зацелился один, как говорится, одним врагом и бьешь в одну сторону постоянно. Причем меня в первую очередь. Я говорю сейчас не о браках с неверующими, а о повторных браках при живых женах. После крещения живые жены первые, они же не умирают в момент нашего крещения. Они остаются и дети остаются. Это были первые браки наши. Жены же живые. Мы не обязаны хранить им верность. Так это был не брак, а блудное сожительство. Я так понимаю. Не было никакого крещения. О каком ты крещении говоришь? Только здесь мы крестились, в общине. Сюда все бегут. Тут несколько человек, десятков, которые хотят в истине жить. Ты опять свое затеял крещение, какое-то крещение. Не было крещения. Не было. Или ты против того, что у тебя было крещение, тогда зачем еще раз ты тут крестился? Не было у тебя крещения. И у жены твоей не было. Брак у нас с женой с первой был. С второй у меня брак был. Или это был все в блуде? Я тебя одно спрашиваю. Ты про Фому, ты мне про Ерему. Меня вообще брак интересует. Не было брака, ты в блуде жил. Расписанный, значит, брак, наверное, был. Расписанный. Конечно. Был законный брак, венчанный в церкви. Как это можно назвать блудом? Вот там сцепились они. Я был крещен им в детстве мочением. Если не было крещения, не было брака, был все в блуде. Не было у тебя, у тебя не было крещения. Зачем ты тогда тут крестился? Просил крещения, писал заявление. А теперь я был крещен. Не был ты крещен. И венчан не был. То есть, если ты был не крещен, значит, я не венчан. Не спит. Тем более, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто будет веровать и креститься. Если я не был венчан, не был крещен, зачем батюшка тогда меня посылал за разводным письмом? Твое дело надо было уверовать во Христа, креститься и стать членом Христового тела или Церкви Христовой. Я вас спрашиваю, если я не был венчан и не был крещен, и захотел заключить первый брак, зачем меня батюшка послал к епископу Максиму, чтобы он дал разводное письмо? Если то был блуд. Я что, батюшка? Что, у меня-то спрашиваешь? Батюшка еще живой, спроси у него. Я у него спрашиваю, есть ли канонические препятствия к моему третьему браку. Он молчит, он не знает каноны. И я не знаю каноны. Есть ли у меня канонические препятствия к первому браку или нет? Сергей, есть канонические, а есть психологические, моральные, еще какие-то препятствия. Ну, может быть, батюшка видел, что тебе не нужен этот брак, и он, ну, всячески хотел тебя предотвратить, ну, хотел предотвратить этот брак. Может быть так, я предполагаю. Ну, и действительно нужно у батюшки спрашивать. Не может быть так. Когда я захотел заключить третий брак, батюшка мне, я к нему подходил, батюшка мне говорил, ну, ты с первой женой по любви женился? Ну, что ему сказать? Я был в церкви с ней венчанной. Я ее любил. Что, мне врать, это был блуд? Да, я ее любил. Ну, и все. Вот это ответ батюшки. Так блудят по любви, по-моему. И женятся по любви, и детей рожают по любви. И во второй, и в третий брак входят тоже по любви. Все по любви. А все верно. А с тобой не знаешь, как родить и все. Согласна. Всех, я всех люблю. Это же влюбчивая ворона. Мужик такой люб. Всех люблю, никого не суждая. Очень хорошая позиция. Причем, когда ты крестился, ты переродился, ты в нового человека облегся, и ты совсем по-другому на все уже смотрел. Я могу заключать вторые и третьи браки, и это мне ничего никак не... Я же новый человек. Что значит «могу»? Ну, одно дело «могу», а другое дело «для чего это делать?» А другое дело «позволить Господь». Вот в чем дело. Может, Господь и не хочет, вот и все. Поэтому у тебя такое мнение, только странное. Такое мнение, что у нас больше половчины можно блудники записать и списать за борт. Потому что у нас все пришли со вторыми браками к крещению. И я тоже был крещен в свое время, в 91-м году. Помочили мне коленки там, помазали. Ну и что? Если цель брака третьего там или какого, четвертого, просто свою похоть удовлетворить, то это вообще неблагая цель. Она не Божия, не Господня. Поэтому не надо в такой брак и вступать, и от него все предотвращают. Вот цель брака — это, я как я думаю, что это дети все-таки. Либо это как одно тело, да, то есть два человека обновленных создают одно тело. Они дышат одним воздухом, они верят в одного Бога. Это, вот как сказать, это как один уже человек становится. И он идет ко Христу, то есть вместе, одним телом. Я так это вижу. Вот апостол Павел пишет как бы для нас, когда говорит, что есть верующая супруга и неверующий супруг, и наоборот, неверующая. И если они так есть и желают остаться, эти неверующие, с верующими, то пускай они остаются. Может быть, муж верующий осветит жену неверующую, иначе дети ваши были бы нечисты, а так они святы. Становятся. Написано же об этом все. То есть нужно различать ветхозаветное и новозаветное. В ветхом завете один иудейский народ, боговый избранный. А здесь христиане, уверовавшие, крещеные, во Христа уверовавшие, крещеные в церкви находящиеся. И с тобой так и получилось, и со мной, и со многими другими получилось, что мы были мертвы и ожили, пропадали, и Господь нас оживил, нашлись. Он нас принял. И теперь мы новые евреи, царство Христа. Пропадал, но нашелся. Я его нашла. А Игнатий Тихонович зачем женился? Можно у него спросить? Что такое? У нас такой пример перед глазами. Зачем вы женились? Лена задает. Лучше тебя не знать, сестра. Ну, женился. Чего я женился? Фома, очень счастлив, чтобы было. Вопрос зададите ему в конце занятий. Давай, Сереж, дальше уже. Нам тут не добиться никакой правды. Ну, что вам надо от меня? Чего накопались до честного христианина? Рассказывайте, почему женились? У меня очень просто было. Был я в Новосибирск, приехал когда. Ну, и у старообрядцев уже были, белокринецкая иерархия-то. А там невеста, а жениха ни одного нету. Ну, говоря, я там первый парень на деревне, а в деревне дом один. Ну, вот так получилось. Там была больная пара, была деда с бабкой вместе, болели они. Я ходил к ним. А их внучка мне, ну, что, понравилась, выходит. Ну, вот так как-то, ну, и дальше-то ничего не было. А в это время собрались мои друзья, Александр Иванович Устинов, Иов, там, вот, брат этого старообрядческого священника здесь, Думнов. И, кажется, Андрей Федотович. И они мне говорят, нет, ты, брат, они уже знали, я проповедую, всё, и одному никак нельзя, надо быть семьёй, чтобы помогал. Тыл был обеспечить. Ты, говорит, посмотри вот на эту вот, на Надежду Василину-то. Вот. Ну, старцы советуют. Я и посмотрел. Ну, посмотрел и дальше-то разговоры пошли, а разговоры ни к чему не хорошие. И погасить эти разговоры никак нельзя, как только жениться. Я когда так рассказываю, ладно, Надежды Васильевны сейчас здесь нет, она бы обиделась. Всё, не по любви на мне женился. Нет, по любви зачем же обманывать. Вот так вот и получилось. В общем-то, я не жалею. Я знаю, что ей без меня не спастись бы. Я её всю жизнь тащу на себе. Вот. Это, чтобы, говорит, не гордился, а привет, Сагдан. Вот и всё. Я благодарю Бога. А что ещё больше надо? Вы несколько раз делали предложение. Ай! Вы несколько раз ей делали предложение, она не сразу согласилась? Сразу. Только я успел моргнуть, и она моя. А она говорила, что бегали за ней. Не знаю. Ну, может быть, там я и забыл. Так как приехала её мама, моя мама, и мы там сфотографировались на фоне туалета. Другого то ли места не было, или ещё. Кто-то нас снимал даже. Такие сохранились снимки. Но она, видишь, Надежда Васильевна-то ошибку допустила. Она возьми меня, да, и похвалила, что у меня волосы кудри были. Кудри кольцами шло. Как у отца моего-то. И она вот не удержалась и похвалила. Ну, я сразу пошёл и снял волосы все под нулёвку. А я думаю, ты за волосы за меня идёшь. А вот теперь смотри, какой я. Вот такой вот. Молысин-то не было. Тут есть ещё снимок того времени, когда я был. Вот, может, я его вам поставлю тут посмотреть, если кто не видел. Ну, и вот и всё. Нас там гоняли, давили. Я проповедовал. А мне говорили, там люди, там один был на одной ноге. Аврам звать, кажется, его. И он говорил, вот ты проповедуешь и так активничаешь везде. А вот женишься, самое большее, что у тебя может, задержаться на этом уровне. И иначе ничего не будет. Но они все ошиблись. У меня, наоборот, это послужило широкому профилю. Где одни девицы, женщины, мне путь открылся. Никакой ревности нигде нет. Вот кто что думает. Как? Жена, она всё погасила. Она в ревностном в этом деле. А почему именно на неё? Потому что она была ревностная. Она в школе устроила ученикам там маленький какой-то класс. И стала говорить. Но одна девочка не удержалась и сказала матери. А мать пришла в школу. И Надежду Васильевну с треском выгнали. Записали в трудовой книжке, что не имеет права работать нигде с детьми. Ни в детсадиках, нигде. Ну, я тут расплылся сразу. Мне такая нужна самому. И вот мы даже съездили к её родителям, познакомились. До этого, да, нет, после этого, наверное. Ну, а потом уже и свадьба была. Свадьба как венчание. 11 сентября. Я посмотрел после уже. Сразу-то я не догадался. 11 сентября. Устекновение главы Иоанна Причещи. Дальше. 11 сентября переворот в Чили был. Сальвадор Альенде. И 11 сентября повалили два небоскрёба торгового центра. Ну, и я женился. Четыре события. Вот она здесь на фотографии рядышком стоит, голубка моя. Вот. А я-то там или нет? Ну-ка, дай фотографию ещё раз гляну. Как же без меня там было. Ну, вот такое дело. 11 сентября помещено таким всё. А где я? Меня тут и нету. Не было. Вы же как собрались все дружно. Тут прижались друг к другу. О! И Лена Хаур. Ну, всё, молодцы. Батюшка стоит. И Георгий тут Кадушкин. И Игорь. О! И Вячеслав Семёнов. А почему меня нету? Страшно. Нету. Я обычно в ногах сажусь, чтобы не видно было. А вы фотографировали? Может, не снимали? А-а-а. Правильно. У вас фотоаппарат был. Да-да-да. Ох, ой. С вами тоже фотография есть. Кто-то это потом снимал. По-моему, Лемеш снимал. А вы... В общем так. Я на ваш вопрос ответил. Довольны? Очень благодарю. Спасибо. Я открыто, открыто говорю. Открыто. И она ни разу не подвела. Она особенно хороша, когда меня нету. Посадили меня, или я в больнице. Тут ей равных нету. Она пробьётся генеральным прокурором куда угодно. На самолёте, только на танки не ездила. Вот вообразите одну картину такую. Я сижу в лагере. А в лагере там же стены, ограда, колючая проволока. А там работает кран. Она с крановщиком договорилась. Автокран. Он положил, говорит, стрелу. И она легла на конец стрелы. И он её поднял над лагерем. А казахи прибежали. Кладиваются мне. Показывают. Там женщина пришла. Вот молится. Я пока выскочил, а её уже нету. Там автоматчики-то окружили её. И положили стрелу на землю её. На землю её. А? Да. Это что за голоса? Там новый человек подсоединился. Ну, вот такое дело. Она тут, когда тайствовала в Москве, была везде-везде, когда меня посадили. Я её не стесняю. А тут-то я её укращаю. И она не может себя проявить в полноте, пока я здесь. А вот когда, бывает, я что-то занемог и лёг, тут, брат ты мой, не попадайся под ноги ей. Она всех поднимет и на молитву, и что достать. И вот такая, брат, история. Трогательная. Пример для подражания. Ну, ладно, всё. А что всё-то? Наверное, уже... Сейчас прошёл. Нет ещё. Четырадцать минут. Так, я отошёл. Дополнительные вопросы есть какие? Это не я вопрос задавал, это там какая-то сестра задавала. Так что я-то слышал уже это. И читал. Вот, дело-то в том, что Господь так сделал-то. Я послушал старцев. И ни разу не пожалел. Но она не любит, когда я это говорю. Она любит, чтобы у меня было возвышенное, святые и прочее. Я не знаю... Летом, в прошлом году, я ей, кажется, святые розы подарил. Вот, что интересно. Моя мама и её мама-то люди совершенно неграмотные. Но моя мама ни разу, ни в одном конфликте на мою сторону не встала. Она, Наденька, она одна здесь. Родины никакой нету. Да как же так и она с ней? Бывает, она где-то что-то заортащится. А мать скажет, ой, Надя, если бы Игнатий не уверовал, что бы сейчас было у вас? То есть у меня в природе такие люди горящие. А её мама, тёща Агриппина Евсеевна, она только за меня заступалась всегда. За Надю ни разу не заступилась. Вот как кто их учил так делать? Вот я могу похвалиться тёщей. Игнатий Тихонович, скоро уже 60 лет, как вы живёте вместе, да? Наверное, так. Да, скоро так будет. Я не знаю, какая это свадьба-то, серебряная или какая-то, деревянная. Я благодарю Бога. Главное, я благодарю Бога, и каждое утро она у меня рядом. Мне ни разу не приходилось её будить. Ни разу. Ну, может быть, где-то так уже нечаянно. Она всегда на ногах. Бывает вот, ну, говорят человек, который начинает что-то сопротивляться, говорите, бухтеть. И что-то она высказывает, я ем, и рот-то занятый-то. И она начинает выявлять что-то. Я сразу встаю, в руки лестовку, и молиться. Последний поклон кладу, оборачиваюсь, она рядом стоит, молится. Сажусь за стол, она опять. А уже третий раз не получается. Я встал, не евший, и ушёл на работу. Вот тут ей переживания. Я в Барнауле тогда был, и бегал очень много. Я за трамвай, ну, цеплюсь, и бегу по дорожке. Это от трамвай. И так, я за трамваем почти от старого базара до базара до этого, до вокзала. Ну, мне надо было в меланжевом комбинате, там, в РЗ за ним работает. Туда бежать. Я любил бегать. Вот такая. Хоть к делу не относится, но скажу. Так это в гору было. Вот так. Хорошие вы, сёстры, на вас смотреть приятно, когда по форме одеты. В моей жизни спрашивают, что самое важное было. Я говорю, самое важное, я узнал, как у Бога много добрых людей. Как отец Арсений, когда он в морозилке сидел, и огоньки загорались. Второй ответ, что эти люди почему-то добрые, со мной встретились. И третье, эти люди добрые почему-то приняли участие в моём деле, которое я делаю. Вот вас здесь сколько, и почти никого нету, который бы как-то не участвовал, не помогал. Вот так. Ну всё, я отошёл, давайте. 1 Коринфянам 6, 19 Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Толкование Устрашает ещё более, и величием дара, то есть Духа, и достоинством сообщившего дар, то есть Бога. Вы, говорит, храм, и при том святой, ибо вы храм Святого Духа. Не оскверняйте же святого храма, и не делайте бесполезным дара Божия, ибо от Бога имеете дар и Духа. Вопросы? 1 Коринфянам 6, 20 Ибо вы куплены дорогою сыною, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые судьи Божии. Толкование Вы под владыкой, и ничего не имеете своего, само тело не ваше, ибо вы куплены дорогою сыною, то есть кровью Христовой. Посему члены ваши подлежат другому владыке, и на что ему угодно, на то и должно обращать их деятельность. Говоря это, не уничтожает свободного произволения, но показывает, что Бог, которым мы искуплены, по праву требует от нас служения себе. Итак, поскольку вы куплены, говорит, то прославьте Бога в теле вашем, то есть совершая телом добрые дела и соблюдая его святым и чистым. Ибо прославление Бога состоит в том, когда люди видят ваши добрые дела и вследствие того прославляют его. Показывает, что не телом только должно избегать блуда, но и душой, так, чтобы и мысленно не оскверниться, ибо душой назвал мысль. В Евангелии, Матфея 5.2, запрещено и то прелюбодеяние, которое остается только в сердце. Непрестанно напоминает, что мы не принадлежим самим себе, а находимся под владычеством Бога, который искупил и душу, и тело наше. Вопросы? Вопросы? Нет вопросов. Ну что, начнем седьмую главу или оставим на следующее занятие? Еще четыре минуты. Давайте, наверное, вопросы. Есть вопросы? Нет? Микрофон включите. Микрофон включите. Всех приветствую. Здравствуйте. Это из Минска. Белорусс. Игнатий Тихонович. Вопрос такого характера. Объясните. Объясните, какая разница между самовыщем и самовыщем. Игнатий Тихонович, вы вопрос расслышали? Нет. Нет. Какая разница между самовольем и самодурством? Между самовольем и самодурством. Разница какая? Это разные ступени, хотя дело-то одно. Самовольность, это человек делает великое и невеликое. Может быть, дверь открыл не вовремя. А самодурство, это то, что ни в какие рамки уже не влазит. Тоже без совета. Без совета они принадлежат к одному классу. Оба слова. Но разница очень велика. Ну, самовольно. Ребенок вышел на улицу, а я сказал ему не выходить. Самовольство. А самодурство, он, значит, взял, вышел и меня запер здесь, чтобы я его не трогал. Это уже самодурство. Вот и все. То есть, самоволя, это более низшая ступенька перед самодурством. Самодурство, это уже, вообще, как бы... Самодурство не входит в никакие рамки. Он сам придумает и сделал, и после кается. Зачем я сделал так? Он даже не знает. И вот у меня парень, купались они, а там раздевалка сделала на пляже у нас. Ну, пришли, когда жалуются, Валерка ногой пинал двери у раздевалки. Я его спрашиваю, ты делал? Делал, а почему? Дурью маялся, он отвечает, самодурством. Я ему чурку дал тогда и сказал, вот на ее пинай, пока она до туда докатится, а потом обратно. И он ее пинал туда и обратно, больше никогда не пинался. Скажите, такой вопрос, смотрите, когда Господь сказал Адаму, назови всех животных, это было самоволие Адама или нет? А потом выбери себе из среды. Как тут это? Иоанн Златоуз говорит так, это было первое проявление пророческого дара. Валентина. Даже никогда не подумаешь об этом. Васар Мелона. А дыня? Хоник Мелона. Вот видишь как? Вот паровоз, пар возит, пароход, соединительная буква В, так и здесь. Адам как-то их назвал так, ну допустим, жираф, он назвал длинношей или что-нибудь, припадочный. Вот Мегемота, может быть он назвал толстопузой или еще что-то. Но главное, Златоуз говорит, он их назвал по сути, что они из себя представляют. Вот так. Особенно интересно название кенгуру. Когда кто там был, кук или кто спросили, как называется. А тот говорит, кенгуру. И так и пошло. А потом узнали, он сказал, я вас не понимаю. И он вот это я вас не понимаю посчитал за ответ. Благодарю большое, спасибо. И второй вопрос, если можно. Можно? Можно. Скажите, почему книга Еноха, она не внесена в книгу Библии? Так, теперь заново. У меня нигде не закачивается ничего. Что делать-то? Скайп выключился. А? Скайп выключился. Ну да. Отключите его. Ну вот. Давай. Давай. Что делать? Не знаю. Вы что делали? Перегрузку или сейчас? Да это долго. И я недавно перегружал ее. Это вчера только. А я не записываю вообще. Вот оно. Без всякой перегрузки. Это чистое православие. Ну, буду стараться. Понимаете, что вышибло у нас не работало. Почему книга Еноха нет? Еще раз вопрос. Почему книга Еноха не включена в книгу Библии, если на нее все ссылаются другие? Ну, во-первых, неправда, что на нее ссылаются. Я ни разу не ссылался. А покреп там сквозит в каждой строчке. Ничего общего нету. Поэтому церковь ее никогда не принимала. А по-другому-то как рассудить? Вот, допустим, там книг-то сколько было разных-то. Евангелия около 20, а осталось 4. Остальные церковь признала подложными. А откуда знаем? Апостольское 85 правило. Гангский собор ладикийский. Которые утвердили список. Церковь сообща решала. И они не приняли. А почему они не приняли? Потому что Богу молились. Профессор Владимир Филимонович Марсенковский говорит так. Евангелие все собрали, положили на престол в алтаре, как у православных. И все. Запечатали. Внаружи замок. Пищать. Утром пришли. Они все валяются на земле, а четыре лежат на престоле. Он говорит. Но это предание. Но если бы даже не так, наше сознание выделило бы эти четыре Евангелия. И положило на престол нашего сознания. Так и здесь. Там столько наговорено. Только отдельные отрывки слышишь где-то. Никогда не считал и нет желания. А то Евангелие от Иуда, Евангелие от Фомы, Евангелие от евреев. Церковь признала их недействительными. Этого достаточно. Игнатий Тихонович, я просто говорю о апостоле Иуды, который ссылается на книгу Еноха и апостол Павел. Поэтому... А почему вы думаете, что на них они ссылаются? То, что сказал там, который Еноха, это вовсе не означает, что книга именно Еноха, которая сейчас... Это, говорится, за уши подтягивают. А как называется? Мы посчитали где-то. У меня где-то записано. В Библии упоминается около двенадцати книг, которых нигде нету. Книга «Прозорился гада». Там перечисляют сколько. Книга «Деяния царей израильских». На них ссылаются, а их нету. Вот, допустим, Евангелие от Матфея, считаем, поселился в Назарете, да сбои священные через пророков, что Назареем нарещется. А ни в одного пророка этого нету. Нету. А Матфей писал, знали, что так. А где Иоанн Златоуз говорит, евреи многое уничтожали. То, что написано, вместе с авторами книг. Иеремия, тридцать шестая глава. Когда царь сидел в Седеке, отрезал, который написал Иеремия, и бросал в огонь жаровню, перед которой сидел была зима. Но когда сказали ему, он варуху надиктовал, Бог сказал, напиши то и добавь. Вот как дело обстоит. Вместе с книгами уничтожали и авторов. Это евреи. Вот Павел пишет Колоссянам, говорит, послание, которое владяки, пусть вам прочтут. А где оно владяки? Его мы даже в глаза не видали. А оно было, раз он на него ссылается. Ну, нам этого достаточно. Все, благодарю. Слава Христу. Вопросы? Вопросы вот эти хорошие. Вопросы вот эти хорошие. Вопросы. 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 Мыeren apology, повторяем, думав. Вопросы. Давай. Вопросы. Вопросы. Салат Латuk. championship хатур. Вопросы. Слав, микрофон выключит, хочу. Ничего не понятно, не слышно. Притом у меня ничто не заканчивается. Меня лишили заканчивания, я хотел сказать, на неделю. По клевете на меня. Что я евреев не люблю. Это неправда. Я везде заступаю за детей Авраама, чтобы получить благословение. Но и должен говорить правду, все, что нужно. А правда та, что страну все разворовали, в Израиль да в Америку перегнали. Что революция была под их руководством. Я это и сказал. Но дальше-то я не призываю мстить, а наоборот, простить и молиться. Ну и помолиться я всех прошу. Да найдите еще тебе помощников. Меня пока на неделю заблокировали. Если они еще что-то возьмут, это у меня проявляют. Вячеслав Ткащев, здесь он. Вот он насчитывал. Володя только поставил, уже через час они узнали. То есть за мной следят тысячи глаз. А это я говорил студентам 15 лет назад. И на неделю. Если еще будет такое, где-то попадется им. А им даже нельзя никому дать отчет-то. Это неправда. Я за евреев всегда заступаюсь и прошу никогда их не трогать, не проклинать. Ну вот так получилось. Тогда на две недели это случилось. А если третье замещание будет в течение трех месяцев, то полностью уничтожается канал. Вдумайтесь, что это такое. До этого уже было в этом году жалобы три. Но Ютуб не принял ничего. Сказали, вам не будет вынесено порицание. А если вынесено, значит оно три месяца действует. Мне уже фактически было три раза. Я притом никак не виноват. Там ребятишки работают. А как не работают? Сами себя обеспечиваем. Но это эксплуатация детского труда. Быка колет. А я сфотографировал и сказал, будет время, когда колоть не будут. Свободу славы детей божьих, вся тварь воздыхая мучается, будет освобождена. Нельзя. Вынесли порицание. Обнирают можно, режут можно. Но только когда нож воткнул, вот этот момент нельзя. Ну это прям игра какая-то. Ну, ничего не могу сделать. Прошу всех помолиться. Чтобы Господь их сердце уменьшил, расположил и сохранил. И благословил. Потому что они нам разрешают быть на их территории. Если бы не так, у меня бы вообще ничего не было. У меня огромный канал. 20 тысяч, 434 ролика. Посещаемость 46 миллионов просмотров. Прошу молиться всю неделю. Пока меня не увидите здесь. Я не могу закачать ни одного ролика. Но разговаривать тут могу быть. Можно вопросы? Да. Игнатий Тихонович, как вы относитесь к такому явлению? Я не знаю, как это отнестись к нему, к Холокосту. Вот евреи часто поднимают этот вопрос. Холокост, Холокост. И у нас в Беларуси это тоже очень так держится. И я часто вижу, У нас, когда вот отмечали это мероприятие, Это много священников, И католиков, и православных, и протестантов, Баптистов, все разные. Ваш взгляд на это? Спасибо. Я с ними в Освенциме не сидел. И могу говорить только потому, что пишут. Глава делегации с Ирана выступал, И там Меджинов какой-то, И в ООН говорил, Так они там, кажется, вышли даже из зала заседания. Они говорят, было замучено там 6 миллионов. И почему я должен это опровергать? Догнали, да убивали. Это называется Холокост. Но почему они говорят, Что в России Холокост был не 6, А 66 миллионов убили. И при том, все, кто убивали, Все были определенной нацией. Вот и все. Надо быть до конца. А не так. О мертвом говорят только хорошее или ничего. Правильная римская поговорка. О мертвом говорят все или ничего. Вот как надо говорить. Так и здесь. Говорит все. Я ничего не знаю про Холокост, Кроме того, что пишут. И поэтому страшно там. Мы за евреев каждый день молимся. За Израиль. Мира им просим. Потому что я хочу иметь благословение. Я очень благословен во всем. Потому что евреев никогда не проклинал. А всегда заступался и благословлял. Вот. А там меньше было. Но вместе с ними у Гитлера стояла задача Истребить. Решить окончательно еврейский вопрос. И цыганский вопрос. И свидетели Иеговы. Бибельфоршеры. Самое большое число вышло, освободилось. И свидетели Иеговы. Ну а эти-то сколько претерпели-то? Считать невозможно страшно. Количество. Некоторые говорят, меньше было там. Меньше. Но откуда же мне знать? Что я буду говорить-то? Не знаю. Но я молюсь. Молюсь и страшусь. Но. Однажды я прочитал то, что было. Вот немцы, когда вошли в город. Тут тоже все это прятали. И еврейка прибежала к священнику. Евреев убивают. Батюшка. Быстренько меня крестите и дайте справку. Но задним числом, что я крещеный, я христианка. И священник пошел на это. И ее не тронули, зная, что она еврейка. Она христианка. Я прочитал только один раз это. Воспоминания там, которые были. Кажется, где-то там на Украине было. Гитлер не просто их уничтожал. А которые держались в вере иудаизма. Вот как я узнал. А Гитлер, может, погиб. Самая главная его вина была не под Москвой. Силы разделил. На юг сюда послал. А самая большая его вина, то, что он поднял руку на избранный божий народ в семье Авраама. Он был этим приговор уже себе вынес сразу. Вот как. Что он им желал, то и получил. Самый гениальный человек за 2000 лет был. Гитлер. И самое дурное сделал, как сатана во плоти. Тронул еврейский народ, да еще и замахнулся на славянских. Ну, это я уже говорю, то, что везде знают. Благодарю. Слава Христу. А что вы без бороды-то, почему? Вы бросьте это все с каблицы. С каблицы называется. Это ваша власть над женщиной. Бог сотворил мужчину таким. Две мамы в одном доме это много, если без отца. А у меня некрасивая выходит. Нет, нет. К претензии к Богу. Он знает, кому и когда. Вот она, пожалуйста. Я пурашку надеваю, чтобы не испугать. А был-то не такой. А вы, Игнатин Тихонович, знаете, что этот самый Чаплин отошел? Я знаю, конечно, в первую же минуту узнал. У меня три ролика есть, где я разбираю его нападки на отца Андрея Кураева, дьякона. А вы его простили? А я и не имел ничего никогда. Я просто... Ну, попросили меня прокомментировать. Но я разобрал в него. Он неверно говорил. Я его говорю тексты согласно Библии. А когда он умер, мы сразу стали молиться за упокой души, раба Божьего, Всеволода. Так, еще вопросы есть? У меня тогда вопрос. В каком случае повторный брак при живой жене или мужу не является грехом? При одном только. Об этом считаем седьмая глава, тридцать девятый стих, первый к коринфянам и к римлянам. Если при живом мужу выйдет замуж, называется это при любодействии. Если умрет муж, она свободна выйти за кого хочет, только в Господе. Значит, единственная свобода, если муж умрет. Или жена умрет. Другого нет. Девятнадцатая глава Евангелия от Матпея об этом говорит. Все остальное выдумки человеческое, по ним Бог судить не будет, а по закону своему. Очень хорошо описано у Яна Амазакамынского, там называется ярмарка суеты. Только умрет, а кого-то крепкий, разойтись нельзя, она тащится за ним. Похоронили только. Он опять идет на большую площадь, чтобы кого, и там их взвешивает на весах, у кого больше соплей. Если брак все же второй заключен, его нужно расторгать? Нельзя. А зачем расторгать-то? Потому что это грех, вы же сказали. Какой грех? При живой жене. Я не понял, когда, какой грех? Я спросил, первый вопрос. В каких случаях? Ни в каких. Второй брак является грехом. Вы сказали, только в одном случае. Только если умрет. Если этого случая измены. Если измены не было, и человек женился второй раз. Там не написано, если умрет, то освобождаешься. Нет. Если умрет, свободно, только умрет. Смерть. Никаких измен. Как быть христианом, у которых прошлые жены живые, но они во втором браке надеются. Им нужно разводиться или нет? Это надо смотреть, когда этот брак был. Если были в мире некрещеные, для них хоть сотый брак. Считать последний действительным. В каком состоянии они были, когда женились? Тут же много недосказанного. Я не могу догадываться. Вот ко мне приходят или звонят именно вот такое. Вот такое дело. Но я тогда говорю. Начинают спорить. Все. Я не спорю, я сказал. Я надо того сказать, я тебе считаю закон владычный, а ты мне человеческие грехи. Это не один к одному. Нужно ли расторгать прелюбодельные браки, если второй брак является грехом? Если жена первая живая или не нужно? То, что я впереди просчитал, по нему и ориентируйся. Она живая. Значит... Да или нет? Остальное от лукавого. Ну, тогда так и делай. С лукавым останешься. Определенно. Если при живом мужа выйдет, называется прелюбодейкой. А дальше хоть сто вопросов накачивай, все при одном. Умер или не умер? Если умрет, только тогда. Никогда изменит, а когда умрет. Да или нет? Теперь поставь сам. Да или нет? Я вас прошу это сделать. Я разговариваю с мусульманом, я говорю. Нет другого имени под небом данного человеком. 4.12 Деяния апостолов. Вот. Дальше. А я не... Он говорит, я мусульман. Я говорю, слушай внимательно. Я человек Писания. 5 сура 47-66 аяты. И там говорится, нам данный жил, и мы должны по нему жить. А там написано, кто будет учить не так, кто бы не был. Архангелы, Габриилы, Жабраил. Или мы, апостолы. Анапима. Вот все. Сегодня интересно. Такая женщина, как говорят, хорошего должно быть много. Такая круглолицая, как луна. Ну и она говорит, и куда-то глаза косит, я вижу. Кто там рядом-то? А он какие-то советы дает. Оказывается, она с мусульманином знается. Но, видимо, не женатая. Я говорю, ты такая комплексная. Тащи его за руку. И она его вытащила на экран. И стали говорить. Он добивается, чтобы она стала мусульманкой. А она меня спрашивает, как что? Я говорю, вот такое написано. Без Христа ты никто. Ты никогда не скажешь, Христос воскрес. А он, я мусульманин. Вы как учите? Я говорю, я учу, как у меня написано. Вашу книгу показываю. Их книгу. Я не трогаю. Я говорю по Писанию. Он, давай материться, по чем свет. Я говорю, ты обкуренный или что? Нет, я не курю. Ну и давай материться прямо этажами. Я говорю, из-за кого ты пойдешь? И что будет с тобой? Он-то с тобой в Москве тешится. Она ему говорит. Я ей сказал, когда он говорит. Я мусульманин. Я показываю щетки. А молишься пять раз в день-то? Намаз. Она на него сразу. Ты послушай там, Ахмед. Моя мама привезла там свиного сала. Ты же уплетал как? Ты свиное сало-то с чесноком любишь? Он там ей, зачем ты это говоришь? Дальше она начинает молиться. Он молился когда? Ты сейчас даже одного раза не молишься. Какой-то мусульманин-то. И она как начала его гвоздать-то. Но он ее не ударил ничего. Стерпел как-то. И тут же меня отключил. Я ролик потом поставлю. Материца. По батюшке и по матушке. Игнатий Тихонович, а ролик с женщиной из Новосибирска, которая захотела креститься, поставите? Что сделала? Которая захотела креститься. Протестантка. Но она готова говорить. Я неправильно крещеная, а то другое начала. Там про языки я все рассказал. И она говорит, а как мне к вам приехать креститься? Я говорю, подожди пока. Мы будем разговаривать не один раз. Но она Писание знает, прямо цитирует. Вот так. Пути Господни неисповедимы. Будет ролик-то? Марина одна. Ролик лежит, меня не заставить. Я бы его сегодня поставил. Она много говорила. Как было. Однажды она дома была с дочерью. Дом старый, говорит. И половицы хорошие, толстые. А сверху дерево плита. А их учили взять все за руки. Мы взялись, говорит, с дочерью, молиться-то. И в это время такой шум, говорит, раздался. Как будто реактивный самолет проходит. Но это не все. Она испугалась. И дочь-то. Я, говорит, думала, у меня блазнит. Дочь говорит, а кто это шумит-то? Я, говорит, до того испугалась. И больше никогда так молиться не стали. Она зналась с этими, с харизматами. Вопрос, пожалуйста. Игнатий Тихонович, вопрос такой. Хотелось бы узнать ваше мнение. А вот как бороться, к примеру, с блудными мыслями? Вот как бы жениться? Ну, если там в Библии говорится, что жениться, ну, как бы не готов, ну, а вообще жить дальше? Ну, и как бы вот, ну, бывают, мучают, скажем так. Честно говорю. Спасибо. Мысли не дела, во-первых. С мыслями, как бороться? Нам дано только одно оружие. Пост и молитва. И самое легкое лекарство, самое приятное, это жениться. Другого не дается. Не жир разжигать, лучше жениться. Вот нет такого, если, ну, и что сделать? Говорит, не головой же, а об стенку. Мысли пришла скорее за молитвой. Если бы вы молились семикратно в день, вот как мы показываем, и сто поклонов-то, вам бы эта дурнина-то уже не шла бы. Некогда. Да земные поклоны-то. Около тысячи поклонов в день. Свободные. Смело молись. Никого не бойся. Молодец. Молодец. Спасибо. Ост молитвой поклоны. Проверено. На опыте отходит. Спаси Христос, слушай, говорите. Слава Иисусу Христу. Еще 10 минут. Вопрос продолжения нашей этой блудной темы сегодняшней. Если человек захотел жениться в третий раз, а у него там две жены живые, и он называет те браки просто блудом, они были зарегистрированы, даже венчаны, вот, он согрешает тем самым или нет? После обращения к Богу, человек, когда обратился, вопрос брачный самый первый стоит, и самый трудный. Тут сколько нюансов. Изменяло, не изменяло. Ну, то есть, многое спрашивается. Поэтому так заочно не отвечает. Потому что по этому вопросу, вот, у священника, у епископа одинаковая власть, а здесь не одинаковая. Если в пятом колене родство, то священник, допустим, не может. Только в шестом. Я, к примеру, говорю, на дно. А епископ может дать разрешение. Это прямо так указано. Так что это только решать там надо. Ну, вот у нас знакомый священник, Иван Суворов. Ну, и видишь, что такие браки-то разрешают архиерей. А они незаконные. И он пришел к архиереве, и записано где-то, папки две у него, говорит, было. Я положил на стол и сказал, Владыка, что делаете хотите, но я больше венчать никого не буду. Везде обман. Я венчаю у него вместо Тани Мани. Вот так. Кое-то кого это доходит. Лучше не жениться. Лучше. Ну, а если до человека дошло, что он живет в прелюбодейном браке и хочет покаяться, ему нужно расторгать второй брак прелюбодейный или нет? Ну, вот одна ко мне пришла такая недавно. Я даже ролик выставил с Украины. А мы любим друг друга. А у него там жена венчана. Но она ему изменила. Но она не умерла. Но мы же любим друг друга. Она свое дальше уже давит и давит. Я говорю, все, я один раз сказал, тебе не нравится. Дальше иди. А он что? А у него что-то начинает. Я говорю, только ложусь в постель к нему. У него такая апатия, он на меня смотреть не хочет. Я видел этот ролик. Видел ролик. Я говорю, тебе ничего, голубушка, не могу сказать, кроме написанного. При живом муже. Жила и жена у него венчанная. Что изменяла, не изменяла. Это повод дается только не жить с нею. А если не может один, прости ее и живи. Василий Великий советует так сделать. Но не на другой жениться. Вы строили из христианства мусульманскую веру. Я был венчан в первом браке. И сейчас, допустим, идет покаяние. Я хочу вернуть этот венчанный брак. Но я вижу, что там такой веры нет истины. А жена не против первая сойтись. Как быть? Не знаю. Это вопрос очень сложный. Надо на месте решать. И пойти к епископу. Чтобы посоветовали по слову Божию. Заочно такой вопрос нельзя. Я скажу ему, давай, разводись. Бери ее первую. А там еще что-то скрытое. Не могу сказать. К какому епископу идти за разрешением данного в моем конкретном вопросе? Правящему, который там есть. К Сергию. К самому митрополиту Иванникову, Сергию. Да. Меня венчал с первой женой. Вернее, мне давал разводное письмо епископ Максим. То есть брак уже незаконный получается у меня с первой женой. То есть он развенчанный. Хотя развенчивания нету в церкви. Или это все-таки блуд? Заткнулся уже своим. Пришли они развенчать, писали. Ну, наверное, обманывали. А батюшка вышел с ним, с Евангелием с этим. А в этом Евангелии это килограмм пять, наверное. Да закованный такой. И он начал как по главе благословить. Да раз, да другой, да опять. А не батюшка, да Коле. Он говорит, да Коле не расшибу голову вам. Да Коле смерть не разлучит вас. Если женился, обещал, нужно верность держать. Надо держать. А так, а это блуд был. И все. Первый брак блуд, второй брак блуд. Интересно, в общем, делает как. Арестовывает, говорит. Я не знаю, но мне так сказали, написали. И в камеру помещают в одну. Одна кровать, один стул, одна ложка, одна чашка. И уже через неделю они не хотят разводиться. Одно одеяло, все одно. А другие говорят, если, говорит, два раза женился, самое большое наказание, чтобы в одном доме с ним две тещи жили. Да. Ну, есть такие тещи, которым зятья лучше, чем к женам относятся. У меня мама с зятем живет, а сестра здесь, в Барнауле, живет. Да. Теща вторая мать. Вопрос, можно? Да. В том году летом принял крещение полным погружением, в июле. Буквально в это воскресенье узнал, что батюшка был рукоположен в 29 лет. Но батюшке уже где-то лет 76. Что мне делать? Так, и что? Крещение действительно или нет? У церкви принято решение так. И в это время, когда он уже сделал это прошлое, когда счетом принимал крещение, вы принимали у него или вещало? У него уже 30 лет было? Ну, конечно. Ну, и все, говорит, вопрос снимает. А, допустим, так. Крещение я принимаю от него, а я должен спросить, а священник-то в полное погружение крещено или нет? Он говорит, в полное. У меня дальше вопрос. А тебя, который крестил, у того полное или нет, этому конца не будет. И церковь принял вопрос, не исследовать, принимать. Тогда такой вопрос. А на причастие, исповедь причастие к нему можно подходить? Получается, можно. Если ему сейчас больше 30. Наверное, 76 вот так где-то. Вот отсюда и вывод. Все, понял. Спасибо, Христос. Ну, как так принято, я говорю то, что есть. Пока 30 лет у нас тут был один ярмонах, у нас в общине. Но никто не благословлялся, ничего, никогда. Ему было меньше 30 лет. Сегодня мне тут Ирина выставила, я выставлял тут. И Чаплин, и все раньше срока. Подряд. И Осипов, и Ткачев, и все. Спасибо, Христос. То есть, канон, если добудет извержен, который до 30 лет, то есть, это не должно смущать. То есть, его собор никакой не изверг, значит, он законный священник, и все таинства совершаются. Отвечают за него. И подвергать сомнению таинства его нигде об этом не сказано. Нигде. Ну, а как же тогда видение было, когда причащал священник, и эфиопы, было видение, что вместо причастия угли были, таинства, значит, не было. От священника зависело-то это. От людей, которые причащались. Понятно. А причастие, недримой ангельской рукой, возвращалось в алтарь. А этим уголь в рот толкали черные эфиопы. Это жития святого Макария Александрийского, 19 января, по старому стилю. Так, что у нас? Время уже. Слушай! Сережа! Там в чате Лена написала, что ей не понравился почему-то день сайта. А в чем дело-то? Что там не понравилось ей? Игнат Тихонович, еще такой момент. Скажите, а детей я могу не укрестить? Правильно? Как? Вы не понял, я сами крестить? Нет, сам я крестился летом 19-го года. А теперь детей полным погружением. Потому что, когда они были маленькие, их, ну, в общем, обливаться. А где вы их хотите покрестить? Купели. А кто будет крестить? У священника, который рукоположен до 30 лет. Можно ли крестить детей у священника, который рукоположен до 30 лет? Можно. Я подумал, летом к нам приехать, не понял. Можно? Нет, нет, нет. Ну, по смыслу все можно. Ну, спаси Христос. Ну, только не так, что я сам делал. У нас тут одна была, прислуживает в церкви, а ребятишек дома сам крестил. А потом ее оставил, а женился на ее дочери, у которой жил. Это Марина была безрухой, которая. Вот такие истории бывают. Ясно. Рассказы писать. Давайте помолимся. Боись, недостойно прославлять тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную. И Матерь Бога нашего, ты достойна большей почести, чем Херувимы. По славе своей несравненно выше Серафимов. Ты без нарушения чистоты родила Бога Слово, и как истинную, Богородицу, мы тебя величаем. Невтушенко Сергей, пусть помолится. У него нет микрофона. А тут я почти никого не знаю. Что-то я не вижу. Ну, пускай Рахиль помолится. Наш небесный Отец, благодарим, что Ты создаешь нам такую приятную встречу единодушных людей. Благодарим Тебя, Господи. Дай нам запоминать Твои слова. И распусти нас с миром. Хвала Тебе, честь и слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Продолжение следует...